Добрый день, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы вновь поговорим об эндокринной системе, ее основных функциях, ее развитии. И сегодня мы вновь сделаем акцент на репродуктивной части эндокринной системы, которая закладывает все основы для того, чтобы осуществлять продолжение рода. Продолжение рода – это естественная, безусловная цель человечества. И важно знать, понимать и своевременно объяснить маленькому человеку, какие этапы проходят развитие репродуктивной системы, почему это происходит и как ему сориентироваться в этой сложной жизни, понимая, узнавая свой организм. Почему нужно делать акцент на развитии репродуктивной системы и обязательно обсуждать это с вашими детьми? Потому что только эта часть эндокринной системы и других систем организма претерпевает в своем развитии такие многогранные, бурные, яркие изменения, что подчас наш маленький человек не может ответы найти на вопросы сам. И важно подготовить его, разъяснить и снять вот эту стрессовую ситуацию. Регуляция развития репродуктивной системы человека, как и основных частей эндокринной системы, происходит под управлением центральной нервной системы. Я напомню, что в мозгу человека существует целый центр, состоящий из нескольких центральных эндокринных желез, гипоталамуса, гипофиза, которые вырабатывают регулирующие гормоны, управляющие различными эндокринными железами на периферии. И есть определенные субстанции, определенные гормоны, которые закладывают основы для формирования репродуктивной системы. В нижнем этаже тела человека располагаются у женщин яичники, у мужчин яички, и это половые железы, выработка гормонов которых уже приводит к формированию половых признаков, формированию пола, и именно они обеспечивают дальнейшую репродуктивную функцию, дальнейшую фертильность. Различные стадии, которые проходит репродуктивная система мальчиков и девочек, несколько отличаются. Начало развития и такого ярких проявлений развития репродуктивной системы у девочек начинаются чуть раньше, у мальчиков чуть позже, и они имеют определенные стадии развития. Всем нам с вами, казалось бы, это хорошо известно, давайте мы еще раз вспомним, какие же этапы проходит развитие репродуктивных системы для начала мальчиков. Без явных каких-либо видимых причин проходит первая стадия. Начинается она около 9-10 лет у мальчиков и постепенно переходит в стадию вторую, когда начинается развитие, первые этапы развития яичек, мужских половых желез, и их функционирование начальное, и начало первого волосения, которое проявляется в лобковой области. Следующая стадия начинается примерно с 11 лет, она может проходить в 11-16 лет, и начинается уже заметное увеличение роста, развития тела, увеличение веса мальчика, изменение голоса, продолжение роста размеров яичек и мошонки, увеличение размеров полового члена, усиление лобкового оволосения. И это одни из первых этапов, с которыми сталкивается ребенок, и ему необходимо, конечно же, объяснить все тонкости, которые происходят с его телом. Четвертая стадия, которая начинается позже, после 12 лет, которая уже более ярко характеризуется изменением фигуры, расширяются плечи, набирается мышечная масса, появляется подмышечное оволосение, и проявляются уже такие достаточно яркие признаки мускулинизации. В этот период у мальчиков после 12 лет начинается формирование спермы, и уже приобретается возможность продолжению рода. И завершающая стадия, пятая стадия, которая чаще всего начинается после 14 лет, но может идти до 18 лет, это завершающие процессы, когда закрываются зоны роста под действием половых гормонов, которые вырабатываются яичками, завершается вертикальный рост тела, уже набрана мышечная масса, уже появляется типичное мужское оволосение более яркое на грудной клетке, на руках, ногах, на лице, и эта стадия приводит к формированию настоящих и внешних, и внутренних атрибутов мужского тела. У девочки все те же этапы, но начинающиеся, как я уже говорила, чуть раньше, с 8 лет, с 8 до 12 лет, когда практически ни родители, ни сам ребенок еще не отмечают каких-либо внешних проявлений. И на следующей стадии, где-то после 8 лет, до 14 лет усиливается линейный рост, усиливается высота роста девочек, они выстреливают буквально, начинается рост молочных желез, начинается первое женское оволосение половых органов. Следующая стадия, которая может начинаться уже в 9 лет, характеризуется продолжением вот этого линейного роста, приобретением, достижением практически почти конечного роста девочки. Изменяется фигура, оформляются бедра, талия, вот это соотношение приобретаются, усиливается развитие и рост молочных желез, и, вероятно, в этот период уже может начинаться менструация. Первые менархи начинаются где-то в период с 9 до 15 лет. Следующая стадия, которая начинается после 10 лет, чаще всего уже четкое начало менструального цикла, появление подмышечного оволосения и оформление лобкового оволосения. И завершающая стадия, когда оформленная девочка со своими формами, сформированными уже практически молочными железами, имеет регулярный менструальный цикл, у нее сформированы внутренние половые органы, о которой вырабатывают достаточное количество женских половых гормонов. И это мы видим в отражении формирования всех внешних половых признаков женщины. Игорь Сергеевич, вы как детский эндокринолог, наверное, лучше всех знаете и можете нам описать, какие же самые большие проблемы, с которыми сталкивается молодой человек, формирующийся, входящий во взрослую жизнь, и его семья в период пубертата? Пубертат, наверное, один из самых важных периодов жизни человека. И проблемы, с которыми сталкиваются ребенок или подросток, их можно разделить на две большие части. Первая – это именно физиологическая часть. То есть происходит активный период роста, формируются вторичные признаки, у девочек увеличатся молочные железы, у мальчиков формируется фигура, нарастает мышечная масса. И ребенок часто не знает, как с этим справиться. Кроме того, если мы говорим о социальной части, то это новая роль. Если за ребенка решение принимали родители и брали ответственность за них, то в период пубертата подросток должен сам научиться эти решения принимать. И это очень сложно. Ребенок не знает, как с этим справиться. И, конечно, ему нужна помощь самых любящих для него людей – это родители. Чтобы они подсказали, рассказали о том, что с ним происходит, рассказали, что это не страшно. И, самое главное, как с этими ситуациями справляться. И чтобы он ничего лишнего себе не напридумывал. Пубертат – это период юношеского максимализма. То есть любое, даже самое маленькое замечание, самую маленькую проблему подросток воспринимает как просто катастрофа в своей жизни. Ему особенно нужна поддержка любящих и близких людей в этот период. И очень важно, чтобы и родители, и сам ребенок знали и этапы развития репродуктивной системы, которые так ярко проявляются и отражаются на состояние тела и психики ребенка. И понимать, зачем все это происходит и во что это потом все появится. Объяснять ребенку, что это естественный процесс, что каждый человек через это проходит. И ему нужно научиться стать взрослым, что является, собственно, итогом полового развития. И очень важно, как мне кажется, сосредоточить еще очень аккуратно внимание на том, что за этим здоровьем надо следить. То есть не запугать ни родителей, ни ребенка, что в этот период может развиться очень много заболеваний, мы уже с вами разговаривали о том, какие могут быть нарушения. А рассказать, что вот эта новая ситуация – это нормально, но она требует готовности, контроля и общения с врачом на регулярной основе, врачом-эндокринологом прежде всего, который может сказать, есть все ли в порядке, что делать дальше, как с этим справляться. Согласна? Безусловно. Спасибо. Я думаю, что нам стоит остановиться на понятии менструальный цикл в подростковом возрасте и напомнить, что первые менархи, как я уже сказала, начинаться могут после 10 лет, 12 лет. В течение первых двух лет менструальный цикл у девочки может еще не устанавливаться, он может быть нерегулярным, это может быть вариантом нормы. Не нужно пугаться вот этих вот нерегулярных кровотечений. Нормальное продолжение менструального цикла составляет где-то от 20 дней до 45 дней. Меньше и больше – это уже вариант нарушения нормы. Соответственно, от 21 до 45 дней воспринимается как вариант нормы в первые годы жизни – это нормально. Длительность кровотечения не должна быть более 7 дней. Если кровотечение происходит меньше 7 дней, то это варианты нормы. И обильность, разумеется, должна быть адекватной, и качество вы можете обсудить на приеме врача. Очень важно помнить, что любой подросток, любая девочка в период после 12 лет, в период обязательно с 13 до 15, должна регулярно показываться гинекологу. И ваше с ней обсуждение всех нюансов, которые происходят, всех изменений, которые претерпевает ее тело, будет иметь положительный результат, потому что вы должны вместе с доктором снять те тревоги, те проблемы, которые возникают у маленьких девочек, формирующихся в этом возрасте. Что же должно насторожить и послужить поводом для внепланового посещения гинеколога, внеплановой консультации, для того, чтобы вы могли задать вопросы и разобраться в ситуации. Если у девочки менструальное кровотечение чаще, чем раз в 21 день, я уже об этом сказала. Если оно реже, чем в 45 дней. Если же задержка более чем 90 дней, даже если это первые циклы, то это повод сразу пойти к врачу. Длительность кровотечения более 7 дней, как мы с вами уже проговорили. Очень обильные кровотечения, выраженный болевой синдром во время нанструации. Особенности сочетания, склонность к образованию синяков или нарушение свертываемости крови, в том числе и у родственников. Это повод обсудить с доктором возможные нарушения, которые могут так проявляться. Во время кровотечения требуется смена средств гигиены чаще, чем каждые 2 часа. И если ситуация характеризуется обильным кровотечением, это тоже повод обсудить с доктором вместе с вашим ребенком. Если у девочки нет менструации после 15 лет, если менструации отсутствуют через 3 года после начала роста молочных желез, отсутствие менструации после 14 лет с наличием признаков избыточного оволосения, который называется герсутизмом. Это все абсолютные поводы для того, чтобы посоветоваться с гинекологом как можно быстрее. И отсутствие менструации после 14 лет вместе с признаками нарушения пищевого поведения, либо в сочетании с большими физическими нагрузками. Сейчас наша жизнь сопровождается тенденцией к очень большой нагрузке на наших детей. Огромное количество различных активностей, тренировок, курсов, репетиторов тоже может сказаться на состоянии здоровья вашего ребенка. И не случайно на этой картинке я изобразила очень худенькую девочку и девочку с избыточным весом. Изменение веса, либо его динамика, либо такое плавное состояние тоже могут сказаться на формировании репродуктивной системы. И об этом мы еще поговорим отдельно вместе с экспертами. Заболевания молочных желез. У мальчиков они называются грудные железы, у девочек они называются молочные железы. Почему об этом важно говорить? Потому что в структуре заболеваний девочек и мальчиков, как ни странно, заболевания молочных желез имеют достаточно частое проявление. До 12% случаев болезни молочных желез у детей наблюдаются в структуре всей их заболеваемости. Злокачественная патология к нашей радости выявляется редко, но она, тем не менее, составляет почти 1%. И фиксирование внимания на состояние молочных желез обязательно в процессе развития девочки. Это можно делать самостоятельно. Существуют целые техники, которые вы можете изучить и обсудить, и научить своего ребенка. И это не составляет ни труда, это просто ощупывание, пальпация, изучение качества молочной железы, исключение болезненности, если она есть. Когда же стоит насторожиться? У девочек изменение рельефа, цвета, состояние кожи над молочной железой, наличие выделений из молочной железы, болезненности, о которой я уже сказала, наличие каких-то бугорков, узелков или других образований над молочной, или внутри, пальпируемые внутри молочной железы. Также обратите внимание, иногда обращаются с асимметрией молочных желез. То есть это тоже повод для того, чтобы обследоваться, осмотреться, но пугаться этой асимметрии при малейших ее проявлениях, конечно, не стоит. Более того, как я уже сказала, все эти проблемы могут встречаться и у мальчиков. Их грудные железы могут при определенных состояниях увеличиваться, и это требует консультации специалиста. Игорь Сергеевич, ну, очень часто мы говорим о том, что формирование молочной железы у девочек, оно требует внимания, требует самоконтроля. Мама всегда тоже обращает на это внимание и объясняет девочкам. Но существуют ситуации, когда грудные железы как-то изменяются у мальчика. И, как показывает практика, это бывает не так редко. И вот эти ситуации, они иногда вводят в состояние паники и самого мальчика, и родителей. Давайте мы в двух словах расскажем и сделаем какой-то экскурс в эту сторону. Да, увеличение грудных желез у мальчика называется гинкомастия. Это довольно частая ситуация, особенно в период полового развития. Известно, что почти половина подростков это происходит. Безусловно, это их пугает, потому что это атрибут другого пола. Ребенок начинает переживать, что что-то идет не так. Но на самом деле часто это вариант нормы. Это связано с тем, что в период становления полового развития уровень женских и мужских половых гормонов, они могут изменяться. И вот именно эта относительная недостаточность тестостерона, главного мужского полового гормона, и относительно избыток эстрогенов, женских половых гормонов, могут приводить к увеличению грудных желез. Но это не является патологией, недостаточность тестостерона. Это просто колебание, когда идет формирование и устаканивание вот этих соотношений. Когда идет формирование репродуктивной системы, эта ситуация очень часто бывает, и, к сожалению, участие детей, она проявляется вот таким образом. На что нужно обратить внимание родителей? В первую очередь, если гинкомастия очень быстро развивается. Быстро это как быстро? Быстро это значит, что значительное увеличение больше, чем за полгода. За полгода. Да. Второе, если гинкомастия становится значительно выраженной. Значительно это больше 4 сантиметров, это диаметр железной ткани. И если она не уходит, потому что пубертатная гинкомастия – это доброкачественное состояние, это этап становления пубертата у мальчика. То есть оно придет и уйдет? Уйдет, да. В среднем у большинства проходит где-то за год-полтора, но вот 2 года – это тот срок, что если гинкомастия не исчезла, это повод обратиться к детскому эндокринологу. Особенно хочу обратить внимание родителей на то, что увеличение грудных желез у мальчиков до пубертатного возраста, до 10 лет – это почти всегда признак патологии. И обязательно такого ребенка нужно показать детскому эндокринологу, для того, чтобы он установил причину этого состояния. Абсолютно четко, абсолютно понятно. Я думаю, что родители теперь могут четко понимать. До 10 лет надо бежать сразу к врачу, после 10 лет, во время пубертата, наблюдаем. И это проходящая ситуация, вероятнее всего, которая закончится просто регрессом. Просто регрессом, и в будущем у такого подростка грудные железы полностью съездят, и проблем с опродуктивной системой у него не будет. Ну, замечательно. Спасибо. Мы уже начали говорить о том, что вес подростка. И очень хочу напомнить вам, дорогие папы и мамы, что от нас с вами зависит, как ребенок питается, как ребенок двигается, насколько активен он, насколько у него здоровый образ жизни. Почему мы сейчас очень активно фиксируем на это внимание? Да потому что масштабы детского ожирения приобрели масштабы эпидемии. И за последние 30 лет распространение ожирения среди детей увеличилось в 4-5 раз. Вы видите, что среди маленьких детей до 5 лет больше 40 миллионов детей в мире страдают ожирением. Среди детей более старшего возраста более 340 миллионов детей и подростков имеют избыточный вес и ожирение. Это катастрофическая ситуация, с которой мы должны справляться, и вы не должны допустить развитие ожирения у вашего ребенка. И основные провоцирующие факторы, конечно, они в ежедневной нашей жизни. Первое, на чем я хотела зафиксировать ваше внимание, это напомнить, что сейчас наш образ жизни совсем не требует больших порций, большого употребления вкусной или даже не очень вкусной пищи. Но все равно по привычке, по нашим культурным традициям мы продолжаем и сами, и учим и наших детей кушать сытно большие порции. И если мы не изменим эту ситуацию, то ситуация наших детей, их будущее катастрофически будет ухудшаться. То есть очень важно уменьшать порции, которые принимает ребенок и вообще практикуется в вашей семье. Но регулярность питания должна быть соблюдена. Очень важно активная физическая нагрузка. Не менее 150 минут в неделю – это обязательное время, когда нужно заниматься спортом, и ребенку прежде всего. Снижение количества часов физкультуры в школе катастрофически сказывается на здоровье наших детей. И этому тоже нужно уделять внимание и государству, и нашей системе образования в каждом отдельном учебном учреждении. Огромная нагрузка рекламы, навязывание имиджевых каких-то использований различных продуктов, содержащих огромное количество сахара, огромное количество других углеводов, жира и так далее, конечно же, не проходит мимо наших детей. Употребление сладких напитков абсолютно, мы уверены, требует урегулирования на государственном уровне и снижения количества концентрации сахара. Но это большое государственное дело. И мы с вами пока не начнем в каждой семье контролировать то количество сладких и газированных напитков, которые употребляет наша семья, мы рискуем не справиться с количеством углеводов, которые получают наши дети. Частые перекусы вне дома, фастфуд, большое время и количество экранного времени, которое имеют наши дети, то количество периодов, которые они проводят в рамках, занимаясь электронными устройствами, различными играми, вся их жизнь сейчас, по сути дела, и обучение происходит с использованием электронных устройств при их очень пассивной физической активности. Что же зависит от семьи? Мы уже начали об этом говорить, но никогда мы не справимся с вами, с ожирением у детей, если не будем подавать им личный пример. И обязательно нужно внедрить в культуру семьи, совместные прогулки, совместные физические упражнения, регулярный полноценный завтрак и вообще регулярные приемы пищи, которые доставляют удовольствие не от того, что ребенок насыщается и употребляет очень большие порции, они могут быть красивыми, маленькими, изящными, вкусными или просто преподнесенными как что-то позитивное. Ну и, разумеется, ограничение вот этого взаимодействия с различными электронными устройствами, увеличение физической активности и привлечение ребенка, заинтересованность ребенка в развитии физической активности также даст свои плоды. И более того, я вернусь к этому слайду, на первом месте, как вы видите, в перечислении тех средств, которые помогут снизить риски, конечно же, это поддержание нормального веса родителей, родителей, бабушек, дедушек, других членов семьи. И очень важно, чтобы сформировать здорового малыша со здоровой репродуктивной системой, чтобы он потом мог иметь потомство без каких-либо проблем, не имел заболеваний репродуктивной или эндокринной системы. Очень важно, даже подумав, о том, что вы планируете ребенка, заранее, априори, позаботиться о собственном весе, потому что от веса мамы, да и от веса папы, которые планируют ребенка и рождают ребенка, и затем растят ребенка, зависит очень серьезный вес малыша, и это доказано уже большими исследованиями. Почему же так важно, чтобы вес девочки или вес мамы был нормальным? Потому что, как вы видите, все органы репродуктивной системы, да и все органы человеческого организма зависят от наличия избыточной подкожной жировой клетчатки. Яичники. На уровне яичников нарушается созревание фолликулов и яйцеклеток, и это уже нарушает возможность фертильности, продолжения рода, не говоря уже о том, что предрасполагает к развитию различных женских болезней. На уровне матки нарушение функционирования эндометрия не позволяет иметь благополучную и ожидаемую, планируемую беременность тогда, когда женщина хочет. Повышение конвертации половых гормонов на уровне жировой ткани, вот это избыточного количества жировой ткани приводит к эстрогенизации, избыточной эстрогенизации и предрасполаганию ко всем предыдущим упомянутым нарушениям. На уровне мозга снижение выработки гонадотерапинов, тех самых регулирующих гормонов, которые регулируют развитие репродуктивной системы по всем тем этапам, о которых мы уже поговорили. Тоже количество подкожной жировой клетчатки, ее активность ощущает свое влияние. Печень не успевает и не может отрабатывать все нагрузки, которые есть у человека с избыточным весом и ожирением, и снижается продукция транспортных белков, которые транспортируют половые гормоны. Следовательно, не формируются правильно женские половые признаки, не формируется репродуктивная система так, чтобы девочка была благополучна, здорова и имела здоровое потомство. В результате всего этого развитие инсулинорезистентности, формирование предрасположенности к сахарному диабету, повышение артериального давления и в конечном итоге снижение продолжительности жизни. Подумайте, хотите ли вы укоротить жизнь своего ребенка? Как я уже сказала, очень важно нормальный вес у мамы, которая готовится к рождению ребенка, потому что беременная женщина, имеющая избыточный вес, в разы увеличивает свои риски. Необходимость реанимации во время родов после рождения малыша для новорожденных увеличивается в три раза. Риск формирования плода с пороками развития также увеличивается более чем в три раза. И так далее. Я не буду больше останавливаться. Мы еще поговорим с вами, с экспертом, о тех рисках, которых несет ожирение для здоровья девочки. Ольга Владимировна, вы собираете в своих руках очень много историй и занимаетесь различными вариантами веса пациентов, прежде всего, маленьких пациентов. Вы врач-эндокринолог детский. Скажите, пожалуйста, как вес ребенка, формирующегося организма, сказывается на менструальном цикле? Как дефицит веса, так и его избыток, если мы говорим об ожирении, одинаково плохо влияют на развитие менструального цикла у девочки. Если это ожирение, в норме перед началом менструациями и так происходит увеличение жировой ткани, и есть необходимое количество жировой ткани, которое необходимо для начала пубертата. Но это хорошо, когда вес остается нормальным. Если же мы видим чрезмерное увеличение веса, это избыточная масса тела или ожирение, первое, с чем сталкивается эта девочка, это более раннее половое развитие. То есть, если среднестатистическая норма, первая менструация, это 12,5 лет, в случае ожирения, это 9, 10 и даже раньше лет. Чем, казалось бы, это плохо? Ну, во-первых, ребенок, наверное, морально не всегда готов в 9-10 лет столкнуться с регулярными менструациями. То есть, это 3-4 класс и все соответствующие особенности поведения, связанные с регулярным менструальным циклом. Но это не самая основная проблема. Самая основная проблема заключается в том, что это только начало большого сложного пути, совсем не здоровья, которое эта девочка понесет с собой в дальнейшую взрослую жизнь. В первую очередь, это развитие синдрома поликистозных яичников. Очень грозное осложнение. Почему оно грозное? Потому что внешне длительное время оно может никак себя не проявлять. У девочки начались менструации, потом первый-второй год, мы знаем, что они имеют право быть нерегулярными. Они нерегулярные, родители с этим не обращаются. Приходят через 2-3 года, когда менструации стали редкими, их нет по 2-3 месяца. И здесь очень важно не допустить развития даже вот такого еще фамилирующегося поликистоза у девочки. Почему? Потому что это грозит и бесплодием, то есть невозможность самостоятельно забеременеть во взрослом состоянии. Плюс это чревато еще и чисто внешне косметическими особенностями. Это же масса эстетических проблем, психологические в итоге. Это избыточный рост волос на лице у девочки, зоны бакенбардов, усов. Это дополнительная жирная сибарея. Более того, чисто еще физиологическая особенность заключается в том, что более раннее половое развитие не всегда организм успевает вовремя вырасти. Сформироваться. Те же размеры и матки яичников, они не так быстро не успевают развиться до нужного взрослого состояния. И в момент начала менструации вот на такой незрелый организм это очень часто сопровождается еще и болевыми синдромами во время менструации. То есть это менструации, которые всегда болезненные. Более того, доказано на сегодняшний день в мире, что вот такое раннее половое развитие еще и связано с риском развитием рака молочной железы и раком эндометрия у таких девочек уже в более взрослом состоянии. То есть перспективы девочки с избыточным весом до вхождения в пубертат, если с ним не справиться, если не изменить пищевое поведение семьи, не повысить ее физическую активность и затраты энергии, не воспитать в ней стремление, не иметь избыточный вес, это залог того, что она будет точно нездорова в будущем. Как мама, как женщина, как личность, психологических проблем у этих пациентов огромное количество. и обратная сторона медали, когда мы видим девочку. Здесь нужно не передавить. У нас же все, извините, вас перебило, но вот эта тенденция к ЗОЖ, когда девочки истощают себя ради того, чтобы не иметь избыточный вес, это тоже патовая ситуация, которая приводит чуть ли не к еще большим проблемам. Да, состояние нервной анорексии это вторая большая проблема этой же оборотной стороны медали дефицит веса. На сегодняшний день нервная анорексия в основном характерна для девочек-подростков. Это 13-19 лет. Это вообще достаточно частое нарушение пищевого поведения, которое встречается, страшно представить, в 1% популяции в целом. И еще, чем оно более опасно, в 10% случаев оно приводит к летальному исходу. В 50% за счет суицидов, а в остальных случаях за счет доведения себя до такого истощения. И, конечно же, в первую очередь в зоне риска именно девочки-подростки и уже более молодые женщины до 20 лет. Первое, наверное, что должно насторожить родителя, даже если он не думает о том, что в 12-13 лет вроде как бы уже должно начаться половое развитие, почему-то оно не начинается. Ребенок начинает активно худеть, при этом вот этот процесс снижения веса все равно вызывает недовольство у самого ребенка. То есть он смотрит на себя в зеркало, со стороны мы видим, что это уже истощенный ребенок-подросток. А ему кажется, что он не достиг результата. А ему кажется, да, что он все равно слишком толстый. Он дополнительно либо ходит и усиленно занимается спортом, и дополнительно ограничивает себя в питании. Это, конечно же, вот те звоночки, которые должны заставить родителей обратить внимание и как минимум побеседовать с ребенком, а как максимум привести его к специалисту. Специалисту-эндокринологу или здесь уже хорошо бы психолога привлекать, как вы считаете? В идеале и эндокринолог, и психолог, и на первом месте, наверное, будет все-таки психолог и даже психотерапевт. Буквально вчера ко мне на прием пришла мама с дочкой. И классическая ситуация, мама борется с лишним весом, то есть у нее ожирение второй степени. Она впервые пришла в наш центр, но рассказывает достаточно длительный анамнез борьбы с появлением диет, препаратов, всевозможных биологически активных добавок, но пришла, наверное, не с проблемой своего лишнего веса. Она привела на прием 15-летнюю девочку-подростка, у которой вдруг почему-то последний год прекратились менструации, которые были в 12 лет и первые два года были достаточно регулярными. Девочка истощена, девочка на фоне приверженности здоровому образу жизни похудела на 20 килограмм в течение года. То есть мама борется с собственным весом, и эта цель экстраполирована на ребенка, и они обе добиваются каждой своей цели. Девочка достигла. Да. И вот это, к сожалению, сегодня в мире признано, что именно нервная анорексия подростков, она имеет настретственную основу, и если в семье есть случаи любых нарушений пищевого поведения, то есть будь булимия, будь то просто ожирение, к сожалению, процент развития у деток, нарушений, связанных с пищевым поведением, в 5-10 раз больше. И я знаю, что анализ последних данных говорит, что последняя наша ситуация с ковид также накладывает отпечаток очень серьезный, и возрастает риск развития и нервной анорексии у подростков, и ожирения. Да, вы абсолютно правы. На 30% увеличилась даже только за 2020 год увеличилась заболеваемость и обращаемость по поводу нервной анорексии. То есть какие-то тревожные ситуации вокруг этой очень сложной категории пациентов, очень трепетной категории пациентов, да, и они, к сожалению, попадают под прицел социально значимых заболеваний. Спасибо. Мальчик, имеющий избыточный вес, имеющий ожирение, также имеет все те же риски. Развитие повышенного риска сахарного диабета, развитие повышенного риска артериальной гипертензии уже в юном возрасте, уже в детстве, нарушение формирования репродуктивной системы и нарушение сперматогенеза, что является залогом дальнейшем рождения здоровых детей, это тоже последствия избыточного веса. И, конечно же, мы не можем не говорить о том, что даже избыточные весы ожирения папы, который планирует с будущей мамой рождение ребенка, сказывается на здоровье этого будущего ребенка. Ожирение повышает риски развития патологии беременности у мамы. Ожирение папы. Существует целый ряд механизмов, тактик, практик, которые позволят вам вместе с врачом в повседневной жизни самостоятельно обучать ваших детей активному за активной затрате энергии. конечно же, это прежде всего занятие спортом и регулярная гимнастика, регулярные нагрузки. Банальная ходьба, которую вы можете предпринимать в течение нескольких часов, допустим, каждый день или несколько раз в неделю, также позволяет сжигать те калории, которые набирают наш маленький друг. А еще вы можете объяснить ему очень простую систему тарелки. Метод тарелки заключается в том, что мы показываем, какую долю в рационе необходимо отдавать овощам, которые должны занимать обязательно не менее половины рациона, белкам, которые должны составлять не менее четверти, ну и небольшая часть углеводов, которые могут доставлять удовольствие, но ни в коем случае не быть избыточными. На этом я хотела бы на сегодня завершить нашу встречу. Удачи, дорогие мои, будьте здоровы и помогайте вашим деткам формироваться в здоровых, счастливых будущих родителей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова